Всем привет, с вами Фиксел, мы продолжаем играть по названиям зуба. Сегодня будем играть с Галливадюка, который себе уже не раз свернул шею, пока вот так вот стоял красиво саванский ливдюк. Зацените, просто минус шея. Нормально, нормально. Ладно, в общем, не в этом суть. Сегодня много акций. Есть и хорошие, есть и не очень. Начнем мы, конечно же, сакции, которые не очень хорошие. Сейчас видите у себя на экране картинку. В общем, вот такой вот комьюнити челлендж для игроков. В общем, давайте начнем, наверное, с условий, чтобы вы сразу поняли, что вы это пройти многие не сможете. Потому что для того, чтобы поучаствовать в этом челлендже, нужно собрать команду из пяти новых персонажей, которые видите на картинке, да? И вот этой командой нужно набрать как можно больше киллов в командном бою, скинуть скриншот разработчикам, там по форме через фейсбук можно найти эту форму. Ну, там форма, там есть, в общем, ссылка в их новости. И, как бы, будет шанс на победу. Что же за призы, да, в этой прекрасной акции? Видите, слева там вверху такой смайлик красивый, лев с короной. Вот этот смайлик будет призом и какой-то сундук. Они даже не написали какой. Вот такие вот разработчики сегодня щедрые, как никогда. Плюс там, сейчас в магазине у нас акции идут, которые, типа там, ну, за гемы много чего можно купить, но очень, как всегда, очередная фигня. Но вот это мне понравилось. Как вам всем легионарных сундуков? Чёрный. Угу. Круто смотрится, да? В x2 там монетки. Ну, в общем, да, круто смотрится. Ну, да ладно, сегодня не о них. Давайте сегодня, вот, да, акция там на косу, что можно сундуков достать, садила. Идем дальше. Идем дальше. Следующая акция, ребятки, это вот та хорошая акция, про которую я говорил. Ну, сейчас видите, в принципе, картинку на экране уже давно. Это сделай победы. Win with characters, да. Сделай победы на персонажах. Сложение на у меня в игре само не было, поэтому приходится вот всё с фейсбука притягивать картинки. Ну, в общем, сколько у вас персонажей такую награду получите? Нужно по одной победе сделать на каждом персонаже. Ну, значит, в игре 41 персонаж, и вы понимаете, да? Чтобы получить максимальную награду, это легендарный черный ящик. Он же сделал 41 победу. Очередная душнина ждёт нас. Ждёт нас. Вот такие вот дела. Я сейчас, наверное, прочту быстренько. Возможно, тут разработчиков точно написали. Да, написали, что не два дня. Два дня на это дают. То есть сегодня, я так понимаю, ещё завтра. Но, опять же, если вылезет акция, то посмотрим нормальный таймер. Но 10-е число, 11-е число. Я так понимаю, до скольки? До двух, трёх, четырёх ночи. Я точно не помню эту циферку. Как там у них будет? Они, правда, я не написали, потому что... Вот будет такая вот акция. Надо будет участвовать. Выборов нет, потому что это самое хорошее, что я ищу Суби по сундукам. Как их достать? Что по одной победе сделать, ну, не так уж сложно. Хотя 40 штук всё-таки. И последний, ребятки, акция. Ну, как акция? Всё-таки ивентик, да, небольшой. Запустили у нас разобойчики. И тоже, и тоже. На легендарный чёрный сундук. Правда, и выполнять его будет, наверное, очень сложно. Потому что немножко по очкам не по 20, не по 25, да, за нового персонажа, а по 5. Плюс 5 за килл, итого 10 очков за одно убийство. То есть вам нужно сделать условно 10 килл, пройдёте первый этап. Ну, плюс-минус, да. Сколько вы на втором, на третьем этапе? Ну, сегодня, наверное, на втором видео посмотрим. Попробуем пройти за ледяного дракона, кстати, который добавился к нам в лабиринт. Вот, кто хочет, может достать. Ну, а по поводу других скинов за ивент. Ну, неоновый элень, в принципе, плюс-минус можно. Ну, мне кажется, задушится лобоя. Вермиллионовый лари, в принципе, тоже можно. Тут он сам задушит кого угодно. И фея фази, ну, плюс-минус тоже, да. Какого-нибудь там 1200 рейтинга можно побегать, дальше не стоит. Потому что будет слишком душно, как по мне. Ну, что ж, ребятки, мы сегодня играем за льва. Да. Ну, вот разработчики вот так вот что-то прям начали опять давать легендарные черные ящики. Это хорошо, на самом деле, потому что с тем, что они делают, это единственные какие-то, знаете, хорошие новости в игре, которые появляются. Ну, хоть немножко позитива, всегда приятно. Я, скорее всего, буду все из этого выполнять. И ивент, и 41 победу. Ну, блин, главное, чтобы я не задушился во время всего этого выполнения. Потому что, ну, потому что вы знаете, каково это, да. Опять же, буду я, скорее всего, победы делать на командных боях. Возможно, с окланами буду делать. Ну, как пойдет, да, как повезет. Потому что, ну, соло делать это такой смех. Прекрасно. Вот уж этот бот. Прекрасно занятие будет. Так, ну, мы тут кого-то нашли, ботиков подлутали. Надо бы к нашей команде, в гене, войти на всякий случай. Надо намекнуть, чтобы играли командно. Погнали. Погнали, надо играть командно. А то эти гене сейчас там поумирают. Так, слоник, ты где? Вот тупенький, а. Вот, вот как им намекнуть, что надо играть командно? Как? Вот как это? Вот я слону дважды показал смайли командной игры. Этот гад взял и не пришел. Но у нас, кстати, два семнадцатых уровня. Поэтому, ладно, этих ребят пока сужать не будем. Как бы они садимся с одиннадцатым уровнем были. Я просто не знаю, что у нас еще лепс, у нас сегодня есть команде, который почему-то убежал вниз во время появления на карте. Зачем-то бегают, непонятно зачем. Вот куда он бежит, как вы думаете? Ладно, тут можно понять. Но опять же он не подождал, хотя мог бы подождать команду. Просто почему? Видите, вот играет 17 уровень, да, играть неправильно на льве. Потому что он не использует карту, да, он не использует карту. Он не использует преимущество ботинка на льве. То есть он играет сейчас неправильно. Максимально неправильно. Потому что надо сейчас играть совсем по-другому. Вот видите, он уже умер. Потому что он глупый. Потому что он глупый и по-другому тут не скажешь, ребятки. Глупые игроки всегда будут умирать. Всегда. Потому что они глупые. О, притянул. Какой молодец. Потому что он просто глупый. Ну, хотя он внес много неразберихи в команду противника. Что позволило мне просто зайти и постепенно нигилировать всех этих ребят, которые здесь были. Как бы тоже бонус. О, успел даже две бойчики снять. Отлично. Блин, сколько же гранат. Там двоенота было. Они могли, в принципе, нас распидать. Если бы они в волево все не вкинули. Поэтому, в принципе, Лев сыграл как приманка, получается. А я затащил бой. Ну, вот такие дела. Хотя мог бы нормально сыграть. Вот здесь вот просто. То есть не надо было идти вот сюда вот. Могли бы просто здесь остаться. Изи победили бы. Мне кажется. Ну, опять же. Ситуации могут быть разные. Зона могла бы уйти все равно наверх. Но этот сквад бы, скорее всего, все равно бы пришел вниз. Поэтому, наверное, с высоким шансом мы бы их все равно победили. За счет этих постов. Вот этих вот. Ну, просто хотя бы один стан адекватный я смог бы реализовать. Потому что здесь, ну, было сложновато. Если бы там были адекватные, я бы не реализовал. Двадцатый уровень панды, если что. Наверное, друг зашел делать это прекрасный... Как она называется? Прекрасное задание на победу, да. Зашел делать, но... Как видите, двадцатая панда ничего не значит. Двадцатая панда, к сожалению, не может вытащить соло-бой. Потому что, когда против тебя 17 львы со станами, да? Нимба-станами. То тебе ничего не поможет. К сожалению, ничего. Так, ну я встал. Вы там спасайте. Молодцы. Солона. А я побегу дальше. Ну, радостно, конечно, что победили. Потому что на льве тоже надо победку сделать. Надо будет его отметить. Я, кстати, знаю, как отмечать. Более удобно, да? Вам просто нужно записать ваших всех персонажей, которые у вас есть сейчас. Да? А потом ставить напротив каждого персонажа плюсик. Ну, опять же, где записывать? В каком-нибудь электронном, там, не знаю, варианте, наверное. Ну, я в моем смысл, что это электронный вариант, потому что мне так удобнее. Ну, что же. Изи-каточка. Первая зашла. Все бы они такие были, да? Это в этот цвет. Но, говорится, победка сделана. Льва, запишем. 41 персонаж. О, вылезло, смотрите, один день, двадцать часов. Так, ну, это получается один день, двадцать часов, то есть до трех часов ночи, короче. До трех часов ночи у вас действует эта акция. Чтобы вы понимали, три часа ночи это будет у нас двенадцатое число. Вот такие дела. 41 персонаж. Ну, ничего, пройдем, наверное. Как бы, получается, и за ивент легендарный черный сундук, и за это легендарный черный сундук. И вот скажите мне, зачем проходить всякие вот не до ивенты, не до акций, не до вот этого вот все, если вот такие вот штуки есть в игре, и лучше всего участвовать именно в них. То есть не напрягаться, не душиться лишний раз, а когда надо, тогда хотите душиться. Потому что вот сейчас, к примеру, как вы заметили, ну, ивент на линкдарном черный ящик, он, как по мне, очень адекватный, потому что там нету какого-то супер нового персонажа, да, который фиг достанешь, потому что он в раннем доступе. Какой-нибудь супер скин, который фиг достанешь, да, потому что он тоже в раннем доступе. У меня скинок, кстати, тоже раненый доступ и езда. В общем, нет сейчас такого, и поэтому, в принципе, смотрится адекватно достаточно. Достаточно адекватно смотрится. Надо хотя бы какой-нибудь дробовик залтать, чтобы была польза хотя бы небольшая от этого всего дела. Так, ребята, что что-то у нас лутают. Ну, надо фейзер заминусовать. Ленин, не все отъезжает. Как сказать, да? Чего тут умерли вообще? Чего они там умерли, кстати, непонятно. Пэй вроде сбежала, надо бы сейчас заселиться, у нас еще багеры. Ох, какой лут хороший. Никсик хороший, Никсик хороший. Одобряй, Никсика, там он кого-то нашел? Кого-то нашел? Верите, кстати, почему кассетка на льве, да? Потому что. Потому что позволяет разбивать турельку с двух ударов. Даже не подходить к ней. Нормально, потому что, потому что. Опять же, польза кассетки, которую некоторые не берут, а берут сандали с АТО. Ну, как говорится, берите сандали с АТО. Давай, бачок. Надеюсь, он залтал. Вроде он. А капкан? Хорош, давай, хоть жираф по немножко помнее бачка, потому что ну. Капкан-то полезная штука, так-то пригодится. Потому что это лишний контроль, а контроль это победа в бою. Когда его много, конечно. Потому что, ну, сами знаете, там, во льва в команде противника, это, это слишком мощно. Да или в вашей команде, которая просто кидает этот круговой стан в замесе, да? И все, и минус. И минус все, кто там есть. Ну, а-па, бачок. Довольный, довольный. Довольный лев, что залтал легеная граната. Опять же, залутал я не просто так. Правда, сейчас мы тоник и никак не догоним. Тони, Тони. Ну, что ты делаешь, глупенький. Отчудная морда. Ланда, погнали назад в бак, походу, привыкнулся, что я забрал легеная граната на те. Посмотри на них. Но остальным я, в принципе, ее не оставлял, потому что я не вижу смысла оставлять вот этим вот ребятам. Блядь, нормальный сам бобер. Все нормально. Ну, не верю, что они просто реализуют. Какой-то бачок здесь бегает. Ну, смотрите, какая легеная граната хорошая, а? Кайф же. Просто кайф, просто кайф. Вот чем я автотака на этого бак работала? Вот есть же, было же куча много других всяких разных. Бобер, конечно, гений в ближнем бою идти. Граться. На кого можно было автотака сработать? Я специально еще думаю, знаете, она сейчас на бобра, сработать все дела, будет красиво. Иду на бобра, работать на баках. Адвака все дальше и дальше, к бобру все ближе и ближе, работать все равно на баках. Только что автотака. Осуждаем. Не люблю, конечно, когда такое вот происходит. Особенно, когда труп Джейд, который на себя принимает все автотака. Автотака, ты такой, да. Лучше где целился. Ну, на самом деле целится не очень важно, потому что... Вдруг тонем. Чем он думает, как вы думаете? Он видит 17-го льва, понимает, что там круговой стан на полкарты. Он вбегает, чтобы умереть. Я думаю, это гений. А вы как думаете? Хотя, что тут думать? Тут и так все понятно. Гений есть гений, хотя 15 уровень прокачал, если что. Ну, хотя... Не, ну, вписи, более-менее нормальный игрок. Более-менее. Наверное, наверное... Ну, что? Вторую победку золотали, погнали за третий. Хоть там в виде он немножко уже начал затягиваться, но... Лев это прекрасный персонаж, почему бы не золотать три побед? Шикарный же персонаж, ну... Я считаю, по крайней мере. Ну, у нас в принципе более команды, смотрите, более-менее такая нормальная. То есть, есть массовый урон, надеюсь, он... Особенно по Твингину отписать себе пингвин. И чё, а кто-то у нас тут такой дерзкий. Блин, они, походу, опасны. Да, как быстро сманеврировали, а? Ты шо? Ты шо, какие быстрые маневры? Ну, наша команда не отпустит, потому что мы сила... А, первый уровень акулы, интересно. Там чё, а бузеры? Видите, змея стоит. Без пять. Это был маневр. Это была тактика, и мы ее придерживались. Волк, конечно, удивил. Другими словами, тут мне... Как бы не объяснить его действия. Просто удивил. Такой, знаете, ща ворвусь. Ворвался. Ворвался. Но это вот тоже на волке надо иногда думать, когда что-то делаешь. Потому что... Ну, я сам так врывался, да. Чего уж говорить. Потому что чувствуешь скорость, чувствуешь силу, мощь. А потом чувствуешь 100 наливая и потерю, потерь. Так, у нас пингвин умер. Надо бы помочь пингвинчику. Че не спасаем пингвина, фламинго, я не понял. Че за дела? Че мы такие тут быки? Та блин... Не, ну вы видели, я в воду просто провалился. Когда граната он отбыл кидать. Пишу, вот это я понимаю, тактика маневры. Смотрите, сейчас стану стамминговый. Просто тайминговый сюда. До свидания. Минусуем нубасиков, конечно же. Ибо нефиг быть таким нубасиком. Так, затеемся даже дважды, потому что... Цена птичек дофига. Как ханчик тоже один поставим, потому что надо будет в бочку заправиться. Хотя можно было не ставить вниз. Ну да ладно. А вот и противнички, которых мы сейчас будем здесь убивать. Хотел сказать, я пришел, нажал стамм, они все умерли. А где остальные двое? Че за командная работа такая? Командная. Излишне командная работа. Моё. Порычу на акула. Хотя на самом деле она бы слону оставлять. Слону, как бы, смотрится красивше. Красивше там такой... Легендарный дробовик, что прям завидно. Прям очень завидно. Ну, очень крутой легендарный дробовик, слона, слон, это прям вообще конфетка, а не персонаж. Поэтому играйте, пока не пофиксили. Вы знаете, разработчиков им только дай, как сказать... Хотя, опять же, все голосовали, чтобы слона пустанули. И разработчики спустя два года... Короче, они там сначала вели слона. У него была нормальная притяжка, и он игрался более-менее нормально. Ну, посередненько, да? Потом они эту притяжку ухудшили. Ну, а че, типа? И он стал таким мусором, который никому не нужен, да? Который все выбрасывают. Который годами лежит, и никто на нем не играет. И так было года полтора, наверное. Чтобы не обмануть. И потом вот разработчики провели голосование, и года через пол, еще сверху, накинули ему только усиление. То есть слон страдал очень долго, но теперь он супер-эмба, который надо пользоваться. Пока есть такая возможность. Ну, что ж, ребятки. Как говорится, задание выполнено. Три топ-1 на льве. Прекраснейший персонаж. Просто прекраснейший. Восемнадцатый уровень бы в него. И не знаешь. Что-то на него еще нужно поставить. Наверное, Сандали Святого посмотрелось бы хорошо. Фиромоны, конечно, топовые для льва. Бицепс такое себе. Эта кос... Такое себе. Турбракеты такие себе. Ну, то есть, получается, да, реально Сандали Святого ставить. Или дефибриллятор обычный, да? Который вот командный. Чтобы командная игра была получше. Потому что лев может застанеть, да? Кого-то спасти. И потом второй условно лев, которого спасли, может еще раз кинуть сна. Но, короче, там может быть все очень красиво. Если так подумать. Такие вот дела. В общем, не болеть. Не встречайте, ставьте лайки, подписывайтесь. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok